Рил, ты не представляешь, что мне пришлось пережить за эти два дня. Это было действительно незабываемое путешествие. За это время нам пришлось пережить 8 рейдов. Весь сервер нас ненавидел. А ведь я всего лишь хотел обучить новичка и играть в раз. Я оставил тебе кассету, запускай её, ты сам всё увидишь. А ещё не забудь поставить лайк, это очень важно. Всё, я тебя не отвлекаю. Я остался на пляже отдыхать от этого безумия. А если вкратце ты попал на ролик под названием «Безумные новички». Очень долгое время я хотел реализовать одну прекрасную идею. Я знаю, что всем вам понравилась рубрика «Притворился новичком». Но это будет не просто с рандомными людьми. Я хотел притвориться новичком и влиться в команду какого-нибудь стримера. И мне пришлось рыскать среди стримеров огромное количество людей, чтобы найти подходящего человека, который согласился бы со мной поиграть. О, Соло, вот он. Вот этот чувак. По его грустным глазам видно, что он счастлив, что играют в раз. Первым же делом я отправил ему донатик с просьбой, чтобы он обучил меня играть. А также, товарищи стримеры, ссылки на всех вас я оставлю в описании. Не кидайте на меня страйк. Всё честно. Может бы нам что-то тебе нравится, только в первый раз хочу. Привет, спасибо. Да я думаю, из меня такой себе учитель. Тебе надо каким-то профиком. В конечном итоге он показал, где он живёт и назвал свой сервер. Хочешь, заходи, стройся, ну, типа, просто заходишь и опиздюляешься. Бесплатно вообще, абсолютно. У меня почему-то такое ощущение, что он просто, типа, меня разыгрывает. Ну, сейчас зайдёт и будет, типа, ебашить нас там под дверью сидеть. Конечно же, стримеры мне не доверяли, потому что вы знаете, кто такие стрим-снайперы. Но, честно говоря, в планах у меня такого не было. Я всего лишь хотел провести социальный эксперимент. Ну, а по пути к нему я настраивал программу для смены голоса. Осталось найти его. А пока я пытаюсь найти его домик, хотел бы вам кое-что посоветовать. Дебетовая карта Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне от Лэзи Сквайр. Не просто красивая, но ещё и экономит и зарабатывает для вас. А если оформить её по ссылке в описании прямо сейчас, то обслуживание карты будет бесплатным навсегда. Что касается кэшбэка, то вы получите до 15% на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнёров. Их список, кстати, постоянно обновляется. А на остаток по карте вам будет начисляться доход до 6% годовых ежемесячно. Приятно то, что кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. Наличные, кстати, можно снимать также бесплатно в банкоматах. Переходи по ссылке в описании, чтобы оформить космическую карту Тинькофф Блэк и получить вечное бесплатное обслуживание по ней. Торопитесь. Акция действует до 16 октября. Алло. Я добежал наконец-то. Алло. Алло, здравствуйте. В конечном итоге у меня всё-таки получилось его найти. Но он был максимально неразговорчив. По всей видимости у него был выключен бойс. Так, намечается что-то серьёзное. Короче. Сейчас будем такую суету наводить. Просто плотную. Сейчас будем, короче, записками передавать ему. Главное, чтобы он не знал, что я, это я. Изначально всё шло по плану. Я даже решил построить свой домик возле него. И надеялся, что он всё-таки начнёт меня обучать. И просто подойдёт ко мне и покажет, что и как мне делать. Потом я даже умудрился познакомиться с его соседями. Мы с ним довольно неплохо пообщались, после чего он отдал все свои ресурсы. Но как бы я ни старался привлечь внимание стримера, обучать он меня явно не собирался. И тогда я понял, что мне нужно искать нового учителя. Привет. Слушай, я только раз скачал. Давно тебя осмотрю. Хотел бы узнать, ты мог бы помочь обучиться. С меня донатик меньше, чем ты. Что-то прикинь, сколько надо обучаться. Спасибо большое за это шпину денег. Не обязательно лук кидать. Я, конечно, представляю, что это школа. У меня просто времени нет, сука. Что-то этим заниматься. И как вы понимаете, найти стримера было довольно сложно, потому что все просто-напросто отказывались. Они думали, что в этом есть какой-то подвох. И тогда, спустя несколько часов моих поисков, я попал на идеальную жертву. Меня вот еще что интересует. Ну-ка, шо у вас там на стриме? Привет, давай вместе поиграем. Я тоже новичок. Привет, Арман. Да, конечно, давай, заходи. Он был настолько новичком, что пытался зафармить камень топором. А, то есть топориком это не добывается. Ну шо, чатик? Я так понимаю, Арман, наверное, тут единственное есть. Никто не привык. К расту плюс стрим сегодня поздний. Да, да, слышно нормально. А ты откуда? Да, я слабый. Смотрю, как новичок играет. Так, я заспавнился. Сейчас скажу, в каком квадрате. Я в квадрате... Д6. И с этого момента началась наша топовая история, в которой примет участие не просто обычный человек, а именно стример-новичок. И поверьте мне, контент вас ждет реально лютый. Слушай, что это стреляет? Не успели мы с ним собраться, как вдруг наткнулись на какого-то челика, который выбежал из дома, и у него были явно плохие намерения. И мне пришлось решить все интересующие его вопросы. Я убил его. Ты убил? Да, у нас есть какая-то пушка мощная. Беги-беги от него, беги. Я его убью. Я в него попал. Слушай, стой, это твой близнец? Такой же голый, да? Такой же лысый. О, я вижу, там залутанный тип бегает. Вот он на горку поднимается. О, он по мне стреляет. Я долгое время следил за этим файтом, и даже попытался что-нибудь ёнькнуть. Блин, меня убили, я убил одного. Когда я убил типа, он находился на скале, и я увидел то, что оружие улетело очень далеко. То есть тот калашист явно бы его не забрал. Вернувшись туда, я увидел то, что моя теория сработала. У меня появилось хорошее оружие, но, к сожалению, пробыло в руках оно у меня очень недолго. В этот момент я увидел то, что ребята, которые бегают вовсю с пушками, живут в этом маленьком домике. И именно отсюда меня убил калашист. Тем временем, мой друг уже вовсю пытался отстроить нашу первую кибитку. И знаете, получилось у него довольно неплохо. Вы просто посмотрите на этот топовый шкаф. Он был просто мастером своего дела. После чего я его даже накормил вкуснейшим деликатесом. Так, насыщение плюс один, жажда минус десять. Такое себе. Но скажу вам по секрету, червячка он всё-таки заморил. Пока он занимался строительством и обустройкой нашего домика, я пытался добыть нам немного металла и найти какую-нибудь пушку. И вот настала ночь. Я бежал в сторону домика и наткнулся на открытую турельку, в которой не было патронов. Конечно же, я захотел её разбить. Кажется, у нас скоро оружие будет. Так, топор нам нужен, да? Ну сейчас будет утро, пойдём. Днём я услышал, как неподалёку от нас рейдят разрывными патронами. И угадайте, в чьей стороне? В стороне тех типов, которые меня убивали с калаша. Долгое время я следил за этими ребятами, и как только они убежали, настало моё время что-нибудь ёнкнуть. Но я был не единственным желающим что-нибудь отсюда забрать. Друг, можешь ко мне прийти быстрее? Короче, оружие у меня много. Ой, не знаю, как мне к тебе попасть. Тут гора, я пытаюсь на неё забежать. Это ты стреляешь? Мы заберём с тобой верстак сразу. Второй. Всё, я в доме, я верстак забрал, я ухожу. Смотри, это дом открыт. Ты можешь внутрь зайти. И там забрать что-нибудь там. Оружие есть, что-нибудь есть точно. Внутри. А я домой понесу. У меня второй верстак. Я бегу сзади, так что-то что-то я? Я топор в него кинул, я думал, что он умрёт. Я ему два раза дал топором, и я в него кинул ещё топором, но он всё равно не умер. Это был действительно хороший старт, потому что у нас появился второй верстак. Совсем на халяву. Я не знаю, что там произошло, но это было нам на руку. Ну а тот заряженный домик я решил оставить себе. Ведь он находился возле тех калашистов, которых я хотел бахнуть. Тяжело стреляет. О, стреляет, прям недалеко справа от меня. Тут сильные какие-то ребята стреляют. Я его убил. Да ты стрелял? Да, 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 я его убил. У него огнемёт был. Ты его всего залутал, да? Это его дом. Он нас выжигать хотел, мне кажется. У него огнемёт был. На этом сервере действительно творилось что-то непонятное. Буквально за полчаса мы нашли огромное количество противников, которые явно хотели нас зарейдить. Мне кажется, нас зарейдят. Нам срочно нужно было улучшать нашу топовую кибитку. А для этого нам нужна была металлдверка и камушек. Подними. Всё, отсюда. Что поднять? Ну, всё, забери оттуда. Вот с этого ящика. С лявого. Сейчас мне надо только как-то... Нет, столько места нет. По домам у нас двое. What do you need? Ну, если хочешь, можно сходить туда. Ну, я просто бы дом сейчас улучшил и разок туда сходил. А потом бы вместе пошли отдыхать. Может быть, завтра вы продолжили. Ну, давай, давай, попробуем так. Что-то взять надо с собой. Там же стрелять надо будет. Сейчас надо дом улучшить, быстро. Вот. Иначе нас... Вот такой человек придёт и... Он уже огнемёт брал. Скорее всего, он нас выжигать хотел. А тут больше некого. Тут просто, понимаешь, больше некого. Тут либо нас, либо некого. Держи кирку. Я буду прикрывать оружие у нас есть. Пойдём. Чисто. Нашёл фармеры. Ну, и, наконец, у нас появился камушек, чтобы полностью улучшить нашу кибитку. Возле нас рейдят, слышишь? Вот это выстрелы слышишь, да? Да, да, да. Это рейд. Пойдём? У меня оружия нет такого. А, просто, короче, смотри. Можешь бинокль взять? Пойдём посмотрим. Рейдили совсем недалеко от нас. И нам 100% нужно было туда сходить. Не, она меньше защищает. А, меньше, чем твой? Угу. Ну, только совсем, ну, не совсем понял, что рейдили. Я понял, где это. На пляже, что ли? Туда мы не попадём. Ну, они не спеша, как-то медленно его рейдят. Рейдят, да? Знаешь, что мне кажется? Что они на коптере туда попали. Ну, они взрывают, да, я слышу, что-то эти. Что, блядь, друзей нашёл? Ой, да. 27, 7 из 2 порой. Что он обманул? Обманул? Да. Нам дерево нужно, и мы туда попадём. И только мы собирались поформить немного дерева, чтобы пристроиться, как вдруг на нас вышли ещё двое челиков с пушками. Я умер. Отходи. Ой, их двое. Блин. Это, видать, второй их спад пришёл. С пятками они. И после чего, мой друг отправился отдыхать. Ладно, давай, Биба, пошёл я отдыхать. Спасибо тебе за вечер. Я остался один, и я точно не собирался бросать этот рейд. Тем более, я услышал, как оттуда улетает коптер. О, они походу улетели. Это означало только одно, что я могу попасть на эту территорию. Я пристроился к одному из шкафчиков и нашёл лазейку, как перепрыгнуть через забор. Что вы взрывали? О. 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 Не зря. Не зря нафиг. Третий верстак я вряд ли заберу. Базука нафиг. Ха-ха-ха-ха. Что? Бур. Вот это он не вовремя вышел, этот парень. Что? Они вернутся сюда. Тысяча процентов, они сюда... Что? Ха-ха. Что? Когда я заглянул в эти ящики, я просто и не представлял, что мне нужно в первую фотку забрать. Потому что у нас не было абсолютно ничего. Но по большей степени нам нужно было оружие. Поэтому я всё впитал то, что мог, и отправился в сторону нашего домика. Пим. Я домой. И чем быстрее, тем лучше. Мне оттуда надо ещё... Ой-ёй-ёй, сколько всего вытащить. Вот скажите мне, пожалуйста, куда мне теперь это всё скидывать? Мне нужно срочно бежать туда, забирать остатки, возвращаться. Забирать с собой друга, который сейчас зайдёт. И снова возвращаться. Как только я смог оттуда украсть много ресурсов, я написал об этом Роману, который согласился зайти и помочь всё перетащить. Они по-любому сейчас вернутся, они не оставят этот лук просто так. А в смысле? Как они здесь оказались? Не знаю, как они там оказались, но рейдеры вернулись туда совершенно бесшумно. Они прилетали на эту территорию на коптере. А на этот раз прибежали пешком. Хорошо, что я вытащил оттуда много оружия. У меня был шанс всё вернуть обратно. О, они компоненты вытаскивали. Убил его. Я не знал, где живут эти ребята и с какой стороны их ждать. Поэтому принял решение отнести всё домой. Рома зашёл на сервер. Но, к сожалению, разговаривать в Дискорде он не мог. Да, 100 тканей бери. И бежим, просто бежим. Просто бежим. И я ему показал тайную лазейку, где я постоянно пробирался на эту базу. Вот наверх. Вот, да, запрыгивай наверх. Потом на вот эту. И вот отсюда, смотри. Хоп, сюда. Аккуратно. Смотри! Смотри в него! У него ракеты! Забирай одежду! Сразу одежду его на себя надевай. Всю одежду забирай на себя. Надень, надень, надень. Ты скинул броню. Ребята, которые рейдили эту базу, такую добычу отпускать не собирались. Судя по всему, коптер они свой разбили. И попасть на эту территорию они могли только тем же способом, которым и попадали мы. Вот, видишь, он зашевелился. Что ты хочешь? Иди отсюда. Всё это время они сидели под забором и пытались подловить нас на выходе. После того, как я разобрался с одним из них, я нашёл новую лазейку, как отсюда выпрыгнуть без проблем. Оп. Всё, нормас. Хилься до полного. До ста хилься. Смотри, сейчас аккуратненько идём домой. Убил? Хорош. Убил нафиг его. Хорош! И после того, как они поняли, что подловить им у нас не получилось, они начали искать, где мы живём. Тихо. Вообще не топай, не двигайся. Это они уже ищут наш дом. Я понимал, что, скорее всего, они сидят у нас под домом. И палить нашу базу было просто-напросто глупо, у нас не было никакой защиты. Поэтому я решил заспавниться рядышком и посмотреть обстановку на нашем полуострове. Они, они, они вычекивают хату. Пока сиди, просто не двигайся. Я вижу их двоих. Я специально водил их за нос. Мне нужно было отвезти их от нашей базы подальше. Нет, он не лгл. Ну, они прям хотят узнать, где мы живём. Они очень огорчены. Вряд ли они подумают, что мы вдвоём живём в домике, где соло двери стоят, понимаешь? Маловероятно, что такое может произойти. Они чекают дома. Они ушли из-под нашего дома. Поставь замок быстро. Бродиага, по жизни холостой ему не надо. Жизнь молодой. Всё, что мы знали, это то, что они очень сильно были огорчены. И они явно хотели нас зарейдить. Но у нас был второй домик, куда мы могли перенести хоть какие-то ресурсы. И поверьте мне, это был просто гениальный мув. Помнишь дом, который зарейдили? Пойдём часть лута туда отнесём. На случай, если нас рейдить будут. Я взял отсюда всю взрывку, которая у нас была, немного пушек. И мы быстренько побежали сейвить всё в тот домик. Ну и конечно же, первым делом мы решили потратить сишки на наших соседей, которые на старте меня убивали с калаша. Смотри, бери. Целься на фундамент. Вот чуть подальше встань. Только прям попади. И кидай. Отлично. Смотри, хоп. Минус шкаф. Ой, тут оружие есть. Смотри, забирай всё, что можешь забрать. А после того, как всё подутихло, я побежал долутывать ту большую базу на воде. Там оставалось ещё очень много драгоценного лута, который нам точно был нужен. Тут камня много. Как раз новый дом построить можно будет. Рома тоже попытался мне помочь, но у него чуть-чуть не получилось. Ждал я, значит, своего друга на этой территории, и как вдруг услышал взрывы в стороне нашего домика. Мне или кажется, или наш дом рейдит. Пока непонятно, что они рейдят. Одного убил. Это нас рейдили. Нам очень сильно повезло, что у них в этот момент не было взрывчатки, чтобы дорейдить металлическую дверь. Пока они бегали за взрывкой, я застроил то, что они разрушили. Я пока застроился. Я укреплял наш дом всеми средствами, которые у нас только были. Поставил металлическую дверь, улучшил потолки в МВК, но у нас по-прежнему оставалась большая проблема. У нас просто не было металла. И спустя считанные минуты вернулись они. И они явно были настроены на рейд нашего Даня. Блин, меня убили. Да, меня убили. Они рейдят нас. Быстрее. Надо быстрее. Там нечем застраиваться, поэтому нормально. Мы знали, что в этой кибитке была большая проблема с металлом. То есть поставить металлические двери они просто не могли. Но они поставили верстак в проем, который снять я не мог. Но вы не думайте, что все было потеряно. У меня был гениальный план, как вернуть свой шкаф и забрать свои ресурсы. Я оставил своего друга здесь, чтобы он делал вид, что мы никуда не ушли и контролим выходки. Поконтри двери. Посиди просто двери поконтри. Я сейчас сбегаю. У нас, наверное, базуки дома нет, да? Вы же, наверное, помните, что всю взрывку с этой кибитки мы перенесли в другую. То есть у нас были зажигательные ракеты. И план, как их оттуда выкурить. Иди. Сейчас, как дверь сгорит, я еще одну пуль натуру. Он умрет. Он горит. Отойди. Возможно, сейчас хава сгорит. Он горит, он горит, он горит. Все, габела ему. Ему-ка на... Как жопка это горит, мужик. Как жопка горит. Он умер. Он сгорел. Тут варик только один, знаешь какой? Крафт и шкаф. Да, сейчас шкаф крафчу. Я полностью застроился, поставил шкаф и тем самым рейд был выигран. Но было очевидно, что это их не последний набег. Но сейчас надо, знаешь, что сделать? Ящики поставить. И спальники поставить. Таким образом, нам удалось отбить наш домик от двух натисков подряд. Рома отправился отдыхать, а я немного улучшил домик и отправился вслед за ним. Утром, пока нашего новичка не было в сети, я стоял и менял удобрения, которые мы украли на той территории. Скрапа нам нужно было очень много. Блин, я устал менять говно. 500 скрапа это слишком долго. Спустя несколько часов присоединился ко мне мой друг. И нас ждало действительно долгое выживание. А, у нас сосед, смотри, появился, да? Я убил кого-то. Хорош. А наши соседи явно интересовались, кто живет в этом домике. Я так понимаю, немножко расстроился, что от него отобрали. Что, два шкафа ставить нельзя? Не. А, у тебя с большой отдачей автомат. Попробуй вот с этого пострелять. Пока мы занимались своими делами и я ему объяснил что-то как, за нами постоянно следил сосед в антираде. У него явно были какие-то планы на наш счет. Ну, это, наверное, вот его дом. Да, вижу его. Не, его нет смысла убивать даже. Видишь там турели? Мы не сможем его залутать. Ну, у этого, конечно, отдачи нет почти, да. Так как Рома был новичком, он явно не был в лаборатории. И поэтому я решил провести ему небольшую экскурсию. И заодно полутать немного компонентов. А по пути туда нас ждало очень много приключений. Я даже решил ему провести экскурсию по сфере. Так, а ты на сфере ни разу не был, да? Не, а что это такое? Ну вот, металлическая вот эта штука сфера. И знаете, для него было действительно сложным испытанием перепрыгнуть первую трубу. Ха-ха-ха-ха. Давай, мужик, у тебя получится. Отлично. Погнали. Рома полутал все ящики, которые тут были. И мы отправились в сторону рыбацкой деревни, где хотели купить подводный костюм и лодку. Ну и кем бы я был, если бы я ему не объяснил, что такое бутылка в воде, и где можно залутать здесь ресурсики. Смотри, видишь бутылку? Что это значит? Смотри, бутылка, это не означает, что на нее надо садиться. Это означает, что надо рядом выпрыгнуть. Смотри, прыгаешь под воду. И смотри, тут может быть акула. Аккуратно. Чем ее убивать? Автоматом? Не, не сможешь, под водой нельзя стрелять. Только гарпун. Гарпуна у нас нет. Да, кстати, вот таким оружием тоже можно убивать. Копьем и так далее. Вот видишь ящики? Тут много лута под водой спавнится. Вот. Подходишь к нему и Е нажимаешь. И тут вокруг корабля вот таких ящичков много. Вот маленькие ящики есть. Прыгай в воду. Смотри за мной, у меня фонарик. Я буду тебя светить. Я сейчас первый запрыгну, ты пока тут побудь. А потом ты за мной сразу запрыгнешь. Все, вот смотри, ящики вот эти собирай. Все, собирай, Си. Так, убил. Еще убил. Еще убил. Вот этот ящик тоже лутается. Хотя, подожди, а почему синяя карта? Открыто. Тут красная карта открыта. Лапка оказалась небольшой, но этого нам хватило, чтобы полностью забиться компонентами. Ромчик справил нужду. И вот я сейчас задумался. Может быть стоило ему сказать, что вначале нужно было снять антирад. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И мы, наконец-то, отправились в сторону дома, где по пути заглянули на маяк, чтобы переработать компонентики. Тут я тоже показал ему тайный пролаз, как попасть на самый верх, но с ним он справиться уже не смог. Ладно, я пойду по специальному лучше бы не мучить. Ха-ха-ха-ха-ха. На этот день у меня были грандиозные планы. Мне нужно было полностью завершить курс молодого бойца и показать ему, что такое настоящий рейд. Если мы будем кого-то рейдить, то мы можем ракеты изучить. Играть с новичком это всегда опасно, потому что в основном они не умеют закрывать двери. И их постоянно дипают. Поэтому мне пришлось поставить гантрап. Удобно, да? Угу. Ха-ха-ха-ха. В нашей кибитке оставалось довольно много компонентов, которые можно было переработать. И в ближайшее время я этим и занимался. Ну а после переработки я забежал в свою кибитку и пошел за кофе. А когда я вернулся домой, я увидел это. Кибитку зарейдили те же ребята, которые пытались нас рейдить вчера. А Ромчик поселил в нашем доме еще двух каких-то ребят, которых я абсолютно не знал. Тут парень перестановочку в доме сделали. Что было в нем? Ты зашел туда на сервер? Да, только я не понял, а кто меня? А-а-а, знаешь, кто нас зарейдил? Нас зарейдил тот же тип, который вчера нас рейдил. А, вот эти двое, да, которых? Угу. Я еще не знал на тот момент, где они живут, но примерно догадывался, в какой стороне они обитают. А еще моих ребят кто-то убивал, и поэтому они скинули мне оружие, чтобы я с ними разобрался. Вот он, вот он, в бомж сойти. Сверху зажми его. Меня убил. Две головы ему дал. Убили второго. Убил его. Второго город убил. Это те, кто нас зарейдил. А, это я. У него ник. Бегите ко мне. Тут второго мирный город убил. Они рядом живут, да, это их дом. О котором я думал, это их дом, сто процентов. Ребята, которые нас рейдили, были настолько огорчены, что даже обвиняли меня в читерстве. Мне кажется, мы им явно не понравились. Оружие у нас становилось в доме все больше и больше. Но скажу вам по секрету, оно кончалось так же быстро, как и появлялось. Наконец, у нас появился скраб, на который мы изучили взрывчатку. И нам оставалось всего лишь поставить третий верстак. Такое себе, но зато у нас скраб будет на третий верстак. А вдруг мы в зиме что-то найдем. А наш сосед странным образом куда-то пропал. Но у него постоянно плавились печки. Он явно к чему-то готовился. Нам нужно было улучшать наш домик, поэтому я отправился фармить камушек. И там я неожиданно наткнулся на дом тех типов, которые нас рейдили. Меня убили. Ооо, я теперь знаю, где вы обитаете. Хе-хе-хе-хе-хе. Неподалеку от нас мы нашли полусгнивший домик, который можно было зарейдить за несколько ракет. Все, что мы рассчитывали там найти, это третий верстак. Третьего верстака тут нет. Но самое приятное было наблюдать, как новички фармят дерево и приносят свой вклад в развитие нашего домика. У нас было много нефти, поэтому пришлось отстроить НПЗшку. А еще я понимал, что скорее всего нас придут снова рейдить. И поэтому я решил сделать сразу несколько выходов в разные стороны, чтобы нас не могли контрить. А Рома занимался важными делами. Он пытался выследить челика, который постоянно сидел у нас под дверью. Парни, у него соло замок стоит. Заберите от него. Рома нашел его дом, но мы знали, что там стоит еще и металлическая дверь. На рейд которой у нас не хватало ресурсов. Нам нужно было подфармить серки. В какой-то момент мы даже нашли поезд, на котором собирались отправляться в зиму. Как вдруг на нас напали. И были это все по-прежнему те ребята, которые нас пытались зарейдить. Постреляйте по нему, по калашисту от него. Давай, отвлекай. Ой, дал ему хит. Убил калашиста. Спустя несколько минут замесы немного подутихли. И тогда у нас появилось время немного подфармиться. Тем же временем, один из моих напарников нашел сгнивший дом, где можно было что-нибудь залутать. Так, а какой квадрат-то был с дома? Эээ, Ю5. Сундуки с нам левочек. Вот этот, да? Маленький дом, одноэтажный. Да, да, да. Нет, двухэтажный. А. О, нормально. А что в этом доме? Может тут тоже что-то есть? Но, к сожалению, этот дом был полностью заряжен, и в нем абсолютно ничего не осталось. О, минус. Лутай меня. Ну, второй раз на одном и том же месте. Нет, там не разбайтишь даже никак. Ай, сам умер, блядя. Да я хотел разбайтить хоть как-то как раз. Там далеко надо зайти. Короче говоря, тиммейты у меня были просто максимальные прогеймеры. Три раза подряд умереть от одной и той же ловушки. На одной и той же ошибке. Да. Браво. А клановые игроки по-прежнему приходили к нашему дому и отстреливали моих тиммейтов. Один минус. Один минус пол. Один фул минус. Я бегом. Дал голову ему. На горе одет. Убил. Один на горе, один на горе, один на горе. Да, спускайся, спускайся. Я вижу калашиста еще одного. Бегите ко мне, он в поезде. Чувак с калашом в поезде сидит. Сейчас его убьют, походу, в спину. Добил нафиг. Убил. Все, мы всех убили. Вот, лутай его, слышишь? Вот он, наверху. Я не нашел оружие. Либо я все нашел. Обычный пулемет смотри на мои руки. Офигеть, слышишь, уходим. Бежит, 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 бежит за нами. Околы вижу. Убил. Я не знаю, что им от нас нужно было, но они явно точили на нас зуб. Но теперь в нашей копилке был топовый пулик. И если вы думаете, что после своего поражения они к нам больше не приходили, то вы сильно ошибаетесь. Убил его, значит. Плюс еще кола-6 с буром. И наконец-то мы с ребятами добрались до поездов, чтобы отправиться в зиму на фарм. А Рома остался на защиту нашей крепости. Не, вы на мой поезд садитесь. Зачем нам топ? А, хотя нам все равно вперед. На, поехали. Наконец-то мы добрались до зимы, где могли плотно подфармить ресурсов. Нам нужно было как можно больше серы, камня и металла, чтобы расширить наш дом и зарейдить наших соседей. И, казалось бы, начались спокойные времена. Но в Расте есть такая традиция. Если идет все слишком гладко, то жди беды. Пока мы фармили далеко от базы, возле нашего домика началась какая-то непонятная дичь. А что нужно, чтобы кодовый замок сделать? Ну-ка. Нажимаем металл. А, найти у нас есть металл? Как он выглядит такой? Металл высокого качества, вот это, да? И тут стрельба, парни, под домом. Это вы подходите или нет? Да не, не будет. А, с ракетами лупят по дому. Одну, одну, одну пока дали, слышите? Переноси со второго этажа, вот вниз. Я могу стенку поставить. А, вторая полетела, все. Блядь. В то время, когда летели в наш домик ракеты, Рома пытался поставить дверной проем в дверной проем. Звучит, в принципе, логично. А че я не могу поставить? Слышите, вот сюда, перегородку. Мне пришлось кельнуться, чтобы защитить нашу крепость. Очевидно, что Ромик один бы не справился. Я келяюсь. Я появился дома, схватил топ-сет, который у нас был, и пошел разбираться с нашими противниками. Минус один. Ха-ха-ха-ха, хорош. Тебе идет, тебе идет бил. Справа, справа, справа. Хорош убил. Убил. Я гений, я себя взорвал. Минус один. О, хорош, он к нам упал. Вот это он гений. Убил, убил второго. Убил третьего. Да ну нахуй. Я понял, машина пошла по фарму. Убил калашиста еще одного. Я не знаю, что это было и куда пропали рейдеры, но скорее всего, это была всего лишь проверка на прочность. Ребята начали афкшить. Неподалеку от нас начался какой-то рейд, и мне нужно было туда сходить, ведь нам нужна была взрывчатка. И пока я занимался действительно важными делами, в нашей базе произошло то, чего я точно не ожидал. Блядь. Блядь. Я отползаю. Я отползаю. Мне отполз. Я тоже убил. И тебя убил? Угу. Ты встал, Ром? Да, я встал, но... Ну что? Это кто стреляет? Не мы. Быстрее закрой дверь. А, блядь, да я не вижу нихуя, ночь же, блядь. Он трап встал, да? А что он там попиздит лутать чуть-чуть? Бля, а вообще что ли, никакую дверь не закрыл парень? Боже проблема. Я походу никакую дверь не закрыл. Да, я вообще все двери оставил открыты. Пиздец. А что у нас дипают? Короче говоря, наш дом полностью дипнули. Мне срочно нужно было добежать до дома, чтобы его просто хотя бы засейвить. На крыше мертвым. Где они? Они шкаф разбивают. Они разбили шкаф. Они верстак поставили, чуваки. Мы в дом не зайдем. Нужен шкаф. Есть шкаф. Изи. Шкаф наш, все. После того, как мы поставили свой шкаф, было очевидно, что они не смогут больше застроиться. Но мне умирать было категорически запрещено. Нам нужно было устроить мясо пуш. Ты сможешь вниз запрыгнуть, забайтить их? Поднимись наверх. У тебя есть оружие? Они снизу, я шкаф поставил, шкаф наш. Хорош, лучший. Короче, смотри. Они снизу, бери пайп. Просто с пайпом врываться. Иди, иди. Давай гаражку откроем. Блин, а там... Отойди. Они тут снизу. Там один. Прыгай, чайка. Давайте с двушкой. Кто там? Нет никого. Следующая дверь. Следующая. Заходим в дверь. Бери двушку. Давай, давай. Раз. Стой. Вот тут было. Закрой дверь. Закрой дверь. Ломай. Здесь киянка. Не, не ломай, не ломай. Убил одного. Тихо. Не открывай, не открывай. Да не, не ссы, не ссы. Убил нафиг. Лучший. У нас возле дома тип крадется парень. Убил нафиг. По мне кто стреляет, непонятно кто и откуда. Убил. Короче говоря, очередной набег на нашу базу нам удалось отбить. Но на этот раз, нас попытались зарейдить наши соседи, которые жили прям впритык. И знаете почему я был уверен, что это они? Потому что у них появился наш пулемет. Убил. 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 Убил наших соседей, а не тех типов ским. Убил. Кого хотели большой дом. Нафиг они нам нужны на сюда фармить еще? Ну HOW? Пускай они нас приходят оридить правильно. Помните тот домик с деревянной дверью. Так вот, челик оттуда постоянно убивал Ромчика… И он предложил его зарейдить… Блин, этот чел задолбает нас теперь со своими друзьями… пойдем бахнем дом который мы хотели бахну а пойдем на только как-то выйти и свалить я надо брать для этого а там по моему металл дверь до было было я не за если тип не закрыл мог ведь и закрыть ладно я возьму сочель если закрыл то бега ну я бы только вот этих соседей бахну потому что они ну очень противные на дверь кидать да 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 скажем так за рейдим твоего обидчика который тут сидел разрывными патронами стреляли и знаете только после того как я зашел на его стрим записи я увидел почему он так долго стоял смотрел на эту дверь вы когда-нибудь видели человека который пытается зарядить разрывные патроны в снг познакомьтесь его зовут рома он серьезно хотел зарядить разумные патроны в снг а не вижу пока благо я не знаю кто жил в этом доме но серы здесь было просто нереально много. Скорее всего, мы зарейдили какого-то серного магната. Я не знаю, что на этом сервере происходило, но наш дом был просто проклят. Нас пытали зарейдить практически каждую минуту. Опа! Вот и камень надо было, да? Тихо, сиди тут, сиди тут. Сиди тут, подожди. Нельзя застроить, покажется. Тихо, отойди. Все, минус. Мы правда промахнулись, но ладно, пацаны. Не пизди лучше, они сейчас еще пришлют нам. Они настолько точно попали, что у нас просто исчезла буферка. А камня, чтобы ее застроить, у нас не было. Я пошел камень формить. То, что они пулик забрали, это, конечно, тильт. Нифига себе, слышно, нам НПЗ прорвали на это. Там у нас возле НПЗшек ящики были. Я тот же их заутрал. Уже засейвил, да? Металл, тащи дверь. Тащи дверь сюда. У нас по-прежнему не было третьего верстака, который нам так сильно был нужен, чтобы зарейдить соседей. Но неподалеку от нас зарейдили какой-то большой клан, где стояли мультишкафы, которые мы могли в теории пробудить и забрать его оттуда. Третье верстак, а тут шкаф стоит закрытым. Надо два фундамента выдолбливать. На, смотри, занимайся. Бери бур. У меня есть как раз. Верстак, ну, от верстака чинить и долбить. Один здесь фундамент квадратный, смотри. И другой с другой стороны. Там два шкафа. Пока ребята занимались самым веселым занятием, я перерабатывал компанией антики. А скраб нам нужен был, чтобы закупить немного металла, которого у нас просто не было. А ну вот и все. Мы понимали, что так просто эта ночь для нас не закончится, поэтому отстроили небольшую отстрелочную и начали выжидать момента, когда же нас придут рейдить. Ну и самую малость подоставали наших соседей, которые украли у нас пулемет. Не-не, говорю, мне дай я нахожу его и пойду дальше строить. Он минус. Он минус. А чтобы закончить нашу отстрелочную, мне нужно было плотно подформить камушка. А сосед наш продолжал бушевать и стрелять по нам с крыши. Я закончил нашу отстрелочную, пробежался по кругу и посмотрел, возможно ли будет задефать этот домик. И после того, как я понял, что все нормально, я решил наведаться в гости к нашим соседям, которые находились прям сзади нас. Их домик подгнивал, и я надеялся там что-нибудь ёнкнуть. Так, тут у нас сосед прогнил. А, металл не гниет. Я пробежался по кругу и нашел слабое место, где можно было выдолбить высокий фундамент и в теории попасть в центр дома. О! О-е-е! Сейчас мы сделаем ремонт. О-о-ох, нифига, я пробурил. А чё это тут такое? Строчку серы плавленной нашел. Судя по всему, соседи когда-то пытались засейвить эту серу, которую выкопал я. Но такой расклад меня вполне устраивал. В нашем домике было достаточно места, чтобы поставить много печек и переплавлять нашу серку. Чем я ближайшие полчаса и занимался. А также в ящике я нашел железную решетку, которую я подумал, что будет круто поставить, чтобы наши печки никто не залутал. Долгое время я стоял возле печек и просто плавил серу. И в какой-то момент я услышал коптер, который летел прямо на нас. Убил двоих нафиг! Они с ракетами! Это трейд, который не успел начаться. Да ну нахуй! Пулик еще один! А-а-а! Что? Рейд, который не успел начаться нашу! Они пишут, что они диспавнят, слышишь? Они диспавнят ракеты! 9, 12, 15, 18, 21, 24 ракеты, чуваки! О, еще один пулик! Они целый лайп нас пытались рейдить, слышишь? И вы не поверите, это были те же самые ребята, которые пытались нас рейдить уже несколько раз за эти два дня. После того, как они проиграли очередной рейд, они начали диспавнить все свои ресурсы. Мда. И теперь их рейдить было абсолютно бессмысленно. Зато, мы знали, куда мы можем потратить эти ракеты. Но для этого, нам нужно было дождаться Рому. Ах да! Помните решеточку, которую я поставил? Это оказывается была не дверь, а просто стенка. В принципе, мой план идеально сработал. Туда точно теперь никто не попадет. Даже мы! Ха-ха-ха! Ну-ка, стой, да я попробую. Мы даже попытались туда прокинуть спальник, но это тоже не сработало. Серьезно? А что ты хочешь сделать? А-а-а! Не, забей! Я не хочу долбить фонда. А у нас есть разрывные? Сколько она стоит, вы долбить эту фигню? Ой, блин! Ладно, пока нам хватит. Когда Рома зашел на сервер, первым делом нам нужно было уничтожить все турели, которые мешали подойти к их базе. И, кстати говоря, они были в онлайне. Он с базукой домой вернулся. И стреляет на шпиво. Он меня убил. Одного убил полностью. Убил Локнута. Убежал второй. О, разбил. Что у нас здесь происходило, просто не передать словами. Был просто полнейший фейерверк. Мы стреляли ракетами по ним, а они стреляли в нас. Я валяюсь наверху. Им это настолько не понравилось, что в какой-то момент они пришли рейдить наш дом. Я уже, если честно, сбился со счету, сколько раз уже нас пытались рейдить. Они, по-моему, обычными ракетами нас рейдят. Может быть. Да, это обычный. Брата. Открывай. Открывай? Да-да-да, открывай. А-а-а, жопа горит, бежим! А, вон он там. Убежал под свой дом. Хотел закрыть. Метку сможете поставить? Нет. Надо что метку поставить? На их дом? Ну, нет, нет. А, хорошо, так и поставить. Один фул минус. У нас тут дырка. Ты гаражку не закрыл? Я закрыл. Ракетами убежал к себе под дом. Я ему дал смутовки. Вон он. Он у себя за домом. Я умер, у меня патронов нет. Один из наших бойцов уже был готов запускать туда МЛРС ракеты, но ему нужна была точная метка. А для этого Роме надо было подбежать к их дому, а я его должен был прикрыть. Давайте, пацаны. Готов прям запускать. Да ухит ему, он боится. Два. Вас интересует дом вот этот с мельницей. Да. Вот под него становишься и все. Все, я у стенки, у самой стенки. Все, прям на него кидаешь, слышишь? Полетели, родимые. О, слышу. Ему. Попало, все, попало. Все как надо. В туре? Да, минус все турели у них. Минус ветряк. Он слезает на крышу. Что, Биба, мне его пушануть? Или не надо? Да можно, да? Теперь запушить их вообще. О, Биба там. Биба двоих почти убил. Убил одного. Убил второго. Он домой не попадет. На доме, на крыше, Биба. С крыши потом заходит. Он умер. Все, лутай, трупы. Лутать, оконтрите. Все, они не выйдут. Убил его на крыше. Там второй, второй. Он не один. По крайней мере, изначально первый шел куда-то туда. Я турели разбиваю. Все, минус все турели у них. За чьи ракеты Биб? Открыл дверь. А, меня сграника уничтожил. Я его убил. Я его взорвал нафиг. Лучше там две двери. Отойди. Отойди, отойди, отойди. Взорвал еще раз. Тащите. Он меня убивает. Меня убили. Убил, убил. Крой двери просто. Они еще будут бежать туда со всех сторон. Один минус. Второй минус. Пока Рома бегал за ракетами, я сражался с ними как только мог. Убил двоих у них когда на спалках. Спасибо за М249. Спасибо за М249, блядь. Спасибо за М249. Спасибо за М249, мэй фрэнд. Изи лут. На, Биба. Биба. Рейди сам ракетами, а мы прикроем. Когда мы их поставили на КД, было очевидно, что противостояние с ними у нас было закончено. Нам оставалось всего лишь зарейдить их домик. И эту непростую задачу я поручил Роману. Ведь это был завершающий курс молодого бойца. Спасибо за М249. Спасибо за М249. Рейди, рейди. Не, вот сюда. В дверь? Иди сюда. Вот сюда, в металл. В дверь? Да, 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 стреляй. В двери просто. В дверь, стой, 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 аккуратно. Горошки открыты. Тут все открыто. Тут Гантрап, стой. Стой. Бахни шкаф. Бахни шкаф отсюда. Давай. Все, он стомался. Аккуратно. Замок нужен. И шкаф нужен. И благодаря нашему третьему другу, который не авторизовался в шкафу, я умер от Гантрапа. Таким образом, мы завершили обучение молодого бойца. Но история еще не подошла к концу. Впереди вас ждет признание. Но для начала я развесил фотографии, чтобы каждый на этом сервере знал, кто здесь жил. И чтобы Рома, заходя на этот сервер, вспоминал, как же тут было весело. Так, ну-ка, стой. Сними маску. О, и прицелься. Типа мощный. Все, типа комбатер, смотри. Ооо. Давай я вот так вот сделаю. Оо. И давай еще маску тоже сниму. Все, я на чили. На расслабоне. Ой, блин, тяжелый вайп был на самом деле. Просто реально тяжелый. Мы многое сделали на этом сервере, да, за два дня? Ну, так-то да. Ты, я так понимаю, первые два дня вообще играл. Сколько там часов с утра? По 16? Да, многое. Пришлось играть. Типа осмотрит. Как тебе понравилось играть с дедом? Не, так-то интересно, только тяжело было, потому что очень быстро и очень много всего в первый день свалилось. В том плане, что ты сразу принес. Не, ну видишь, как бы я мощный дед, то есть я могу долго играть. Ну вот, у тебя сколько часов в этой игре? Вот то, что мы за два дня наиграли? Ну, в основном, да. Я думаю, что там, если были какие-то часы, ну там может часов 50-60. Вот сейчас показывает стиме 190. Вот ты за 190 часов сделал больше, чем... Большинство игроков могут сделать, ну, часов за 500, наверное, за 1000. То есть прям такой геймплей был плотный, когда нас рейдили. Ну да, конечно, вчера какой-то ужас происходил. Не, ну вообще, в целом, тебе вайп понравился, потому что через пару часов, все, конец. Весело? Я-то думал, что вообще буду один сидеть. Я говорю, бегал бы один, с голой жопой крафтил бы лук. Зато у тебя теперь есть время побегать, постреляться. С пуликом, с автоматом. Рома, ты готов? Я тебя тайну открою. Давай. У меня не 100 часов. И на самом деле, я не дед из Латвии. Я думаю, настало время выключить пробу. Чего, блядь? Все, Рома. Прощай. На самом деле, вы, наверное, даже и не представляете, насколько сильно мне пришлось запотеть, чтобы создать этот ролик. Потому что в некоторых местах звук был просто не записан. И мне пришлось это фиксить очень много времени. Я думаю, некоторые из вас это даже заметили. И я действительно рассчитываю на вашу поддержку. Ведь такая история, как мне кажется, заслуживает минимум 100 тысяч лайков. Ну и огромное спасибо Ромчику. Передавайте ему большой привет. Ссылочку на него я, конечно же, оставлю в описании. А вообще, я думаю, что он сейчас стримит. И если он стримит, просто зайдите к нему в чатик и напишите привет от деда из Латвии. Я думаю, он поймет. Спасибо вам огромное за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok